фонтан и утка фуфло настали выигрываю выигрываю и тут подходят два дэнира вот такие у них прически гладкая назад плюс 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 и фиксация прибыли это еще не конец игры турнир павелецких и нота на на выезде южный берег болгарии что красный лис так у тебя пару пятерок и шестерка пико пол хорошо хорошо дальше еще больше всего мне нравится фуфло настали больше всего мне нравится ну что ж дамы и господа продолжаем серию наших путешествий как уже говорилось неоднократно отдых трейдера нужен как воздух у нас с вами работа очень напряженная и конечно же отдыхать нужно очень мощно и сильно и желательно почаще выбрался я к игорю бородину гости болгари в бургас которым он проживает уже достаточно давно вот три месяца он здесь живет и в общем-то отдыхает набирается сил изобрел какую-то средиземноморскую диету специально возможно она не немножко расскажет основной смысл что холодильник должен быть пустым вот и ты вынужден просто добывать себе еду ходить ходить и желательно какой-нибудь дальний либо магазин либо кафе ресторан чтобы пройти пока ты прошелся туда-обратно ты уже немножко похудел потом восполнил свои запасы создать пару разрешить так подключена mercedes-benz так можно зайти в музычку отлично звук неплохой яндекс навигатор работает поехали в наш пятизвездочный отель приморит игорь мы продолжаем наше путешествие ездим мы в болгарии сейчас мы едем зазополь чтобы посмотреть на старый город и какой-то там кафе с красивым видом игре нам порекомендовал и продолжаем нашу беседу значит интересную сейчас вот мы остановились на том как игорь передвинулся переехал в сша игорь ну что же сажата до сан-франциско переехал почему потому что мальта хорошее место европа прекрасно но очень закрытое общество чужаков они не пускают к себе то есть если ты турист и ты платишь деньги все прекрасно и замечательно нам показалось это все интересно там пожили какое-то время на потом я думаю в америку тем более решил поучиться там и выбрал университет сан-франциско переехали сан-франциско совместить приятное с полезным и хотелось бы путешествовать если честно и пожить в америке а что за учеба была учеба это университет сан-франциско я сначала изучал английский язык хотел хорошо но чтобы там спокойно в америке жить ну и заодно бизнес бизнесу конечно подучиться но суть такая что виза нам нужно было нужно вот это как раз студенческая чтобы жить в америке потому что не так то просто поехать и просто там но по студенческой визе это самый простой путь оказался маме фирме там адвокаты посоветовали и даже по студенческой визе в америку попасть не так то просто там конечно нужно много заплатить за обучение нужно показать что у тебя на счету есть деньги и так далее нужны недвижимость соответственно и все остальное машину вы покупали то есть конечно это стоят еще хотел такой сказать нашу общую мысль выражу сказав о том что когда ты казино и если ты очень долгое время занимаешься трейдингом то на профессиональном уровне трейдинга то азарта нету вот у меня азарта в казино нету потому что я понимаю что это детский лепет и по сравнению с фондовым рынком где реальные деньги у тебя большие крутится и где ты должен каждый день обуздать свою психологию себя внутреннюю чтобы играть и выигрывать на бирже то казино азарта просто нет ты действуешь тоже стараешься действовать системно и профессионально и могу дополнить меня спрашивают ученики вы играете в карты зачем что азартные игры это самый простой практический способ который потренировать свою дисциплину и эмоциональную устойчивость если ты способен в карты вот спокойно там ты выиграл что-то и встать со стола и уйти значит ты на рынке сможешь там вовремя закрыться ростоп лоссу это простой про а если это не способен в казино себя контролировать но наверное на рынке будет ну и наоборот да если ты на рынке не способен себя контролировать так ну что дамы и господа за нами стане вокзала фонтан и утка красиво здесь в центре но если зайдешь какие-нибудь подворотни то там конечно вы но целом ничего симпатично вспомнилась одна вещь мы тут с игорем бородином общались накануне по поводу агрессии в трейдинге агрессию трейдеров и мнение немножко разделились он говорит что трейдер который более такой боязливый опасливый консервативный у него больше шансов трейдер который агрессивный а он скорее и быстрее пойдет all-in и все потеряет пойдет станет тильта но здесь я поспорил потому что нельзя все делить только на черное белое и трейдер без нужной агрессии бежим без мужского характера мне кажется на рынке будет несостоятельно потому что какие-то моменты нужно проявить характер нужно перезайти в сделку если действие формации сохранилось порой нужно просто эти как я это называю спортивная злость спортивная злость когда ты пытаешься доказать себе окружающим в первую очередь себе что ты можешь преодолеть свои психологические тараканы то что тебе мешает торговать и еще и еще раз такой напор а эти агрессия понятие такое широкое спортивная злость это тоже отчасти агрессия напор и упорство тоже отчасти агрессии вот эти качества обязательно должны быть поэтому порой трейдер должен проявлять агрессию а люди которые совсем такие слабохарактерные безвольные они вряд ли что-то добьются поэтому хорошо быть хорошем смысле агрессивным но эту агрессию нужно обуздать и держать под контролем все самое лучшее что только может быть из мира развлечений все это в лас-вегасе я не говорю про поиграть покер какие-то автоматы вот рулетку я там играл там выиграл причем неплохо рулетка нет я выиграл blackjack причем хотел поиграть чуть-чуть побольше мы пошли с ольгой и нас пригласили в такой private ru небольшой большие делали ставки и сижу играю особенно ничего такого не делаю сильно и выигрываю 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 и тут подходят два такие мужчины очень красивых костюмах и вот они ну как Денис скажет это Дениро вот такие у них прически гладко назад зачесанные костюмы я знаю закладывают руку на плечо и говорят нет они вот так стоят и смотрят на меня с двух сторон то есть они говорят вот типа вы играете ну а что происходит да я снова играю и выигрываю причем по ну такой стол по высоким ставкам я ничего не делаю но вот они пришли бы наблюдать мне в канале закончилась тем что один из не говорит вы извините но вы больше не можете продолжать игру в нашемки и говорю почему ну вы извините но мы имеем право сказать так что вы не можете продолжать игру нашему complaint ну я сказал пожалуйста хорошо но все в порядке да все в порядке но вы больше не может то есть они видят что что-то происходит, человек выигрывает, нет никаких ко мне, они не увидели, что я там что-то вытаскиваю, да, я забыл, но говорят, вы не можете, ну, все, мы пошли, фишки поменяли и пошли дальше, ничего страшного, вот такой случай. Да, интересно, да, вот так вот Игорь получил бан в первом казино, потом еще было три поездки, в общем-то, и теперь, Игорь, давно уже не был Лас-Вегаса. За мной казино, Royal Pounds, которым удалось взять несколько сотен лев, буквально вчера вечером, пользуюсь простыми принципами риск-менеджмента, пониманием, как играть в общем-то в Blackjack, ну и железными нервами, для меня это, знаете, не развлечение, я туда прихожу, чтобы не играть, а выигрывать, поэтому три часа игры, немного в минус, в ноль, минус, в ноль, потом все-таки плюс, 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 плюс и фиксация прибыли, когда профит составил примерно 50-60% от вложенных средств. Так что все удивлялись, кого-то пригласил даже на свой курс по криптовалютам, потому что некоторые крупье азартные, и увлекаются дополнительным заработком, потому что в Болгарии страна небогатая, и здесь несколько сот левов, на них можно просто питаться и жить целую неделю в отпуске. Так что было очень круто, фотографии сделать не удалось, запрещают, но поверьте уж на слово. Сейчас на стадии очень интересная ситуация, это еще не конец игры. Я хочу нашим покерам, покерным друзьям и трейдерам тоже, кстати, сказать интересную вещь. Покер во многом похож на трейдинг. В трейдинге мы не знаем, как будет развиваться дальше тренд. Конечно, мы строим фундаментальный анализ и так далее, предполагаем, но мы точно не знаем. В покере сейчас у меня карты, у Дениса карты, на столе какая-то комбинация, но мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация. При этом я должен играть, я должен делать ставки, чтобы выиграть, не зная, что происходит у него. Есть фундаментальная теорема Скланский в покере, она говорит о том, даже если ты не знаешь, какая карта у соперника, а я хотел бы это знать, но я не знаю, но играть я должен так, как будто бы я знаю, какая карта у Дениса. То есть я должен по его поведению понять, хорошая у него карта или плохая, да, у него может дергаться глаз, но я должен определить, насколько хороша у него карта. Я должен знать примерно, то есть играть я должен так, как будто бы я знаю, какая у него карта. В принципе, в трейдинге то же самое, ты не можешь торговать, когда ты просто наобум, что попало там творишь. Ты должен думать, что вот этот инструмент пойдет туда. Из этого строить свою стратегию. Вот этим перекликается и похоже. Ну давай продолжай. Судя по тому, какие ставки делает Денис, я сейчас делаю вывод, что у него сильная карта. И я понимаю, что если я сейчас поставлю что-то, то я потеряю эти фишки, эти деньги. Поэтому я, делая вывод, что у него хорошая карта, по этой теореме Склански, ухожу. То есть я делаю пас и не рискую своими деньгами. Как трейдеру снимать стресс? Вот плохо. Да, у тебя там убытки, конец рабочего дня. Надо обязательно выключить компьютер. Надо выйти из этого оповещения. Потому что в этом помещении ты будешь испытывать вот это продолжать. Лучше всего сразу же выйти на улицу и где-то в парке. Деревья, природа, ну деревья какие-то, неважно, природа, они снимают стресс. Но это самое простое. Дальше обязательно покушать. Когда человек кушает, это очень успокаивает. Хорошая еда. Еще лучше поехать куда-то отдохнуть. То есть просто взять отдых. Именно желательно на курорт, чтобы была вода. Вода, ДНК воды снимает стресс. Она успокаивает отлично. Должен быть другой язык, ты слышишь. То есть обстановка вся должна поменяться. Вот это была стрессовая ситуация, а ты оказался в совершенно другой стране, в совершенно другой ситуации. Температура воздуха должна быть другая. Запахи должны быть другие. Еда должна быть другой вкус. Люди по-другому должны говорить. Ты оказываешься в других жизненных обстоятельствах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова